Всем добрый вечер! Даже не знаю, с чего начать. Только что посмотрела видео Самвела Адамяна, как он готовит подарочки в судочках по 300 гривен. Ну, у меня просто пропал дар речи. Нет, я понимаю, Самвел, что это твой контент, я понимаю, что это шутка, но эта шутка с таким унижением для твоих зрителей, это просто, я не знаю, я не знаю, что с тобой вообще происходит. Всевозможные шутки могут быть, всевозможные могут быть приколы, но это уже, понимаешь, постоянное твое унижение. Ты возобнил из себя, что ты гуру, что ты просто такой, что тебя уже не достать, корону поцепил. Но всему есть предел. Ты собираешь весь мусор и продаешь по 300 гривен. Там в комментариях писали, и правильно писали, что ты подари гены, вот эту обувь драную, немытую. Это вы постираете, а это вы помоете, а это вы зашьете. Но это просто позор, просто позор. Раньше ты выбрасывал новые вещи с этикетками в сумки и на мусорку. Хотя тебе говорили, отдай людям, просто отдай людям. Ты, нет, я выброшу на мусорку. А сейчас ты продаешь просто мусор. Просто мусор. Шприц ты положил, бинтик положил, болтик положил. Вообще тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Тебя смотрят люди. А сейчас ты просто что? Это деградация. Ты больше ничего не можешь придумать, как только унизить людей. Те, которые тебя смотрят. Ты буквально недавно просил деньги Наде на операцию. И тебе прислали эти деньги. А сейчас что? А сейчас ты этих людей унижаешь? Растаптываешь? А потом ты скажешь, я пошутил. Но шутки тоже должны быть в пределах каких-то. А это разве шутки? Это унижение. Это даже, я могу сказать, оскорбление твоих подписчиков. Неужели тебе не стыдно? А ты потом посмеешься и скажешь, ха-ха-ха-ха, как я вас развел, как я вас развел. У тебя уже что, нет никаких идей по-другому как-то снимать видео? Только с оскорблениями, с унижениями. Что, потерял совесть? А представляешь, если тебе возьмут и пришлют вот такой вот наборчик. И скажут, ха-ха-ха, мы посмеялись, мы пошутили. А знаешь, я сейчас вспомнила, как тебе под дверь положили какашки. Тебе было приятно? Тоже какой-то идиот пошутил. Тебе было приятно, правда? А теперь ты делаешь то же самое. Те же какашки складываешь в эти коробочки. Сам вел, сам вел. Это позор. Это просто позор. И Надя сидит, глаза прячет. Она понимает, что это кошмар какой-то, шок. И молчит. Как же же она севочке скажет? Севочке сказать ничего нельзя. Он все делает правильно. Ради контента. Да, ради контента можно что-то делать. Но не то. Не то ты делаешь, сам вел. Не то. Почитала немножечко я комментарии под этим видео. И тебе там предлагают эти коробочки. И в театре подарить. И родственникам своим отправить. Очень, очень неприятное видео. Ужасное. Я бы на твоем месте его просто удалила. Ужасное видео ты сделал. И знаешь, сколько негатива к тебе теперь пойдет? Мысленно и письменно. Очень много негатива. Я понимаю, что ты оправдываться начнешь. Скажешь. Да я вот шутил. Да ну что вы не понимаете моих шуток? Мы привыкли уже к твоим шуткам. Давно привыкли. Но, понимаешь, есть какая-то грань. Вот которую нельзя переступить. Вот черта. А ты ее переступил. Просто переступил. Поставь себя на место. Вот поставь на место себя. То, что ты сейчас делаешь. Что это все к тебе относится. И скажут. Да, это шутка. Это шутка. Подумаешь, ну пошутил. Тебе будет приятно. Твои зрители. Твои зрители, которые тебя смотрят 9 лет. У тебя хорошие просмотры. Тебя смотрят как сериал. А сегодня ты их всех просто размазал. Очень, конечно, неприятно. Очень неприятно. Никогда не думала, что ты прямо вот так упадешь до такой степени. Никогда. Никогда. Тебя смотришь, слушаешь, как будто бы ты нормальный человек. Но вот эти вот моменты, которые ты иногда делаешь. Вот с Надей ты сделал. Унижал ее. Она потом, дурочка, еще перед тобой просила прощения. За что только просила прощения. Не могу понять. До сих пор не могу понять. Ну, с одной стороны, понимаю, что она не хочет с тобой сейчас конфликтовать. Потому что впереди операция. И операцию нужно сделать. А если сейчас с тобой поругаешься, то кто ее отвезет? Кто ее заберет? Естественно, она терпит эти унижения. А ты считаешь, что все будут твои подписчики терпеть вот эти унижения, которые сейчас ты делаешь для них? Ты собрал весь хлам, весь мусор. Лампочки, которые, не знаю, работают или не работают. Ты понимаешь, что ты немножечко заигрался. В общем, такое у меня, знаете, крик души. Крик души я очень просто негодую. Негодую от того, что никогда от тебя не ожидала, что ты вот так низко упадешь. Никогда. Вот бы маме твоей прислали вот такой вот хлам. Что бы она сказала? А ты еще за 300 гривен продаешь. За 300 гривен. Это вам деньги, это вам мелочно. Ой, какой кошмар. Какой же ты все-таки... Не узнаю я тебя, Самуэл. Такое впечатление, что чем дальше в лес, тем больше дров. Мне тебе, с одной стороны, даже и жалко. Это, наверное, и воспитание здесь тоже какую-то роль свою играет. Очень-очень ты нехорошо поступаешь. Очень ты нехорошо поступаешь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим развязку всех этих твоих прибитых, придурочных твоих контентов. Неужели уже совсем ничего не можешь придумать? Ну, успехов тебе! Субтитры сделал DimaTorzok